Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика их употребления. Психоактивными веществами называются химические вещества естественного или искусственного происхождения, употребление которых приводит к изменениям психического состояния человека. Это наркотические и токсикоманические вещества, они вызывают привыкание человека к ним. Распространение и применение наркотических веществ подлежит специальному контролю. Болезненное пристрастие к наркотическим веществам называется наркоманией, а к токсикоманическим веществам – токсикоманией. В нашей стране к наркотическим веществам относятся морфин, кофеин, героин, промедол, кокаин, нервитин, эфедрин, гашиш, анаша, марихуана, ЛСД, экстази и ряд других. Незаконное употребление, изготовление, распространение, хранение наркотических веществ является уголовным преступлением. К токсикоманическим веществам относятся некоторые лекарства, средства бытовой химии, растворители, лаки, клей и другое, алкоголь и никотин. Злоупотребление психоактивными веществами – это употребление их с немедицинскими целями. Если злоупотребление влечет за собой болезненное состояние, то это заболевание. Наркомания и токсикомания – это заболевание. В обоих случаях речь идет о болезненном влечении к определенному веществу. Наркомания и токсикомания развиваются постепенно, с нарастанием проявления болезни. В начале употребление психоактивных веществ связано с желанием просто попробовать. Обычно употребление начинается с единичных случаев, затем становится все более частым и, наконец, систематическим. Период эпизодических, единичных употреблений составляет начало болезни, а переход к регулярному приему препарата, вещества, указывает на появление наркозависимости, то есть глубокого заболевания. Главным признаком заболевания является влечение. Влечение – это потребность в наркотике или токсикоманическом веществе, которое проявляется как тяга к нему. Как формируется влечение? У каждого человека в головном мозге есть центр удовольствия, которое обеспечивает хорошее настроение и реагирует на определенные поступки и поведение человека. Решили сложную задачу – получили удовольствие. Встретились с друзьями – получили удовольствие. Вкусно пообедали – тоже получили удовольствие. При этом удовольствие мы ощущаем благодаря имеющимся в организме человека специальным регулирующим веществам – нейромодуляторам. Это химические вещества, молекулы которых способны реагировать с нервными клетками организма, вызывая их активность. По своему составу нейромодуляторы являются психоактивными веществами. Их концентрации в организме ничтожно мала. Они-то и обеспечивают получение удовольствия в результате жизнедеятельности человека. Совсем другая картина происходит после искусственного введения в организм психоактивных веществ – никотина, алкоголя, наркотиков. Во-первых, организм не регулирует количество искусственно вводимых веществ, может возникнуть передозировка. Во-вторых, получение удовольствия от искусственно введенных психоактивных веществ не требует от человека никаких усилий. А значит, ослабляет организм и делает его более восприимчивым к различным заболеваниям. В-третьих, уменьшаются возможности организма получать удовольствие естественными способами. В-четвертых, организм постепенно привыкает к принимаемой дозе психоактивных веществ и уже не может обойтись без постоянного их введения. Эта потребность и есть влечение к наркотику. В начале влечение к наркотику проявляется на уровне психической зависимости. Наркотик нужен, чтобы восстановить нормальное психическое состояние. Если его не принять, будет плохое настроение, раздражительность, пониженная работоспособность, появятся навязчивые желания. По мере дальнейшего развития наркомании или токсикомании, влечение начинает проявляться на уровне физической зависимости. Появляется болезненное влечение к психоактивному веществу. Без дозы препарата у человека происходит расстройство нервной системы и внутренних органов. С появлением физической зависимости от наркотика начинает меняться поведение человека и его жизненные интересы. Главной заботой для него является утоление возрастающего влечения к наркотику. В этом состоянии изменяется образ жизни человека, его поведение и отношение к окружающим. Человек на этой стадии наркомании становится неиздержанным, озлобленным, подозрительным и обидчивым. У него возникает равнодушие к судьбе близких и к собственной судьбе. Постепенно организм наркомана или токсикомана слабеет, дряхлеет физически. Ослабевают все защитные силы организма, вследствие чего возможно развитие любых заболеваний, инфекционных и неинфекционных. Продолжительность жизни наркомана резко сокращается на 20-30 лет. Таковы этапы развития заболеваний наркоманией и токсикоманией. Заболеваний, на которых человек обрекает себя сам, добровольно, попробовав психоактивное вещество. Цена любопытства ощутить удовольствие от опьянения психоактивным веществом несравненно высока. Специалисты отмечают, что первая проба наркотиков иногда происходит в 8-10 лет, но чаще в 11-13 лет. В большинстве случаев человек, начавший употреблять наркотики, уже не может избавиться от этой пагубной привычки. Почему же все новые и новые люди вступают на тропу добровольного самоуничтожения? Причин этому несколько, но главная из них – наркотики и их распространение – приносят торговцам наркотиков огромную прибыль, исчисляемую миллиардами долларов. Ради этого они готовы на все. Для пропаганды наркотиков распространилась целая серия мифов. Наркотики бывают серьезные, несерьезные, легкие. Наркотики делают человека свободным. Наркотики помогают решать жизненные проблемы. Кроме того, у подростков и молодежи формируется ошибочное мнение. Даже если я попробую наркотик, я не стану наркоманом. Я смогу преодолеть привычку и бросить употреблять наркотики в любой момент. Все это – страшный обман. Цель его – привлечь как можно больше подростков и молодежи к употреблению наркотиков, заработав на распространении огромные деньги. Жестокая правда такова. Если начал употреблять наркотики, то это навсегда. Считай, что обратной дороги нет. В современном мире распространение наркомании и токсикомании приобрело характер эпидемии. По подсчетам ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, жители планеты тратят на наркотики больше денежных средств, чем на питание, одежду, образование и медицинское обслуживание вместе взятые. Борьба с наркотиками ведется во всем мире, в том числе и в нашей стране. В 1998 году в России был принят федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах, в котором установлен запрет на прием наркотиков без назначения врача. В стране существуют специальные структуры по борьбе с незаконным распространением наркотиков, но пока дело по борьбе с наркотиками обстоит так. Врачи лечат наркоманов, полиция ловит торговцев наркотиками, учителя учат, как избежать наркомании. А наркомания расползается, как масляное пятно, охватывая все большие слои подростков и молодежи. Это происходит и потому, что люди забывают или не знают, насколько опасна первая проба наркотика. Наркотик – это возбудитель болезни. Попав в организм человека, он запускает необратимый процесс развития наркомании. Внедрение возбудителя заболевания, наркотика, в организм здорового человека происходит во время первой пробы, приема наркотика. Врожденного иммунитета в организме человека против действия наркотика нет. Первое употребление наркотика приводит к появлению влечения к наркотическому опьянению. Начинается скрытый период болезни, человек уже болен. Специалисты-наркологи выделяют три стадии развития болезни. Первая стадия. Спустя какое-то время после приема наркотика, иногда уже после однократного или двукратного введения его в организм, развивается психическая зависимость. Характерным признаком появления психической зависимости является употребление вещества в одиночку, когда наркотик принимают не за компанию, а для удовлетворения индивидуальной потребности получить удовольствие. Вторая стадия. Помимо психической зависимости, формируется также и физическая зависимость, которая проявляется в возникновении различных расстройств, ломки. На этой стадии существенно повышается восприимчивость, толерантность к веществу. Возникают признаки ухудшения общего состояния здоровья, физического и психического. Уменьшаются возможности человека жить нормальной жизнью. Потребляемый наркотик постепенно утрачивает свое эйфорическое, повышающее настроение действия и становится лишь средством избавления от тягостного или неприятного состояния. Третья стадия. Наступает психическая и физическая деградация, вырождение, тяжелые и необратимые изменения в организме. Человек становится инвалидом. Отсутствие желаемого эффекта от введения привычной дозы вещества часто приводит к передозировке и гибели. Таким образом, наркомания, как заболевание, начинает развиваться с первой пробы наркотика. А дальше с различной скоростью у разных людей идет развитие практически неизлечимой болезни. Профилактика наркомании должна стать главной составляющей индивидуальной системы здорового образа жизни и должна быть направлена на формирование твердой жизненной установки. В любой ситуации не допустить первой пробы наркотика. Опыт показывает, что в подростковом возрасте желание попробовать наркотик возникает только в компании сверстников. Это может произойти на улице, на дискотеке, на концерте популярной музыкальной группы, когда хочется быть как все, веселым, раскованным, забыть обо всех проблемах. Вот в такой обстановке и может возникнуть желание попробовать наркотик. Четыре правила нет наркотикам. Первое правило. Постоянно вырабатывать в себе твердое нет любым психоактивным веществам, наркотическим и токсикоманическим средствам, в любой дозе, какой бы малой она ни была, в любой обстановке, в любой компании, всегда только нет. Второе правило. Умение получать удовольствие при полезной ежедневной деятельности, хорошая учеба, занятия спортом, активный отдых на природе, а значит, твердое нет безделью, скучной и неинтересной жизни, праздному времяпровождению. Для этого можно взять за правило на каждый день ставить себе задачу. Я сегодня сделаю два полезных дела, которые мне делать не хочется, но я их сделаю, сделаю до конца и хорошо. Такая ежедневная установка для себя поможет вам формировать силу воли и избавит от скуки и безделья. Итак, нет безделью. Третье правило. В вашей жизни большое значение приобретает умение выбирать себе друзей и товарищей среди сверстников. Третье нет тем сверстникам и той компании, где прием наркотиков – дело обыденное. Для этого вам, возможно, придется побороть свою стеснительность. Вы должны уважать свое мнение и не поддаваться влиянию окружающих сверстников, которые предлагают попробовать наркотики. Нет компании, где употребляют наркотики. Четвертое правило. Четвертое нет своей стеснительности и нерешительности, когда предлагают попробовать наркотик. Жизнь дороже. Трагедия наркоманов заключается в том, что они добровольно попали в рабскую зависимость от химических веществ, добровольно пошли по пути лишения себя всех человеческих качеств. Перед вами жизнь поставила сложную задачу – уберечь себя от наркомании. Жизнь не дает вам скидки на ваш возраст, на то, что у вас еще мал жизненный опыт. Каждому из вас придется сделать выбор, по какому пути идти. По пути получения удовольствия от каждодневной упорной работы по совершенствованию своих духовных и физических качеств. По пути укрепления своего здоровья и создания условий для благополучной жизни. Или по ложному пути получения удовольствий от приема психоактивных веществ. А значит, по пути уничтожения своего здоровья и своего будущего благополучия. Получив такую информацию, вы наверняка сделаете правильный выбор и найдете себе занятия, которые будут приносить вам удовольствие без всяких наркотиков. Активный отдых на природе, занятия физической культурой и спортом, расширение своих знаний об окружающем мире – лучшее средство профилактики наркомании. Продолжение следует...